Что находится за моей спиной вот слева от меня? Да-да-да, это старое разобранное здание. И вы думаете, его развалили давно? Нет, это вы его развалили. Это что, вы развалили в 21 веке, а не в 20 веке. В 20 веке Верхневральский пивной завод вот прямо рядышком со мной, с другой стороны будет подходить, хотя в принципе это вся была его территория, а вы все это дело разобрали. Давайте еще посмотрим, что вы умудрились сделать. Это, кстати, довольно немаленькое здание, высотой примерно 4-5 этажей стандартной хрущевской планировки. Да, в этом здании в свое время варилось пиво. Конечно, разобрать его бы не получилось, но вот я хожу по тому, что здесь осталось, а усталость здесь совсем все хорошо, все это все разобрано. То есть вы молодцы просто, вы сделали удивительные вещи, которые мне бы, конечно, не хотелось, чтобы так случилось, да, но вы это сделали. То есть не будем говорить, что это было давно, это было совсем недавно. Я бы 250 рам сказал, зачем вы это сделали, это же памятник истории и культуры, но вы это сделали. И вы думаете, что потом ничего не получилось? Нет, получилось. Еще немножко дальнейшей истории. Сейчас покажу уже ближайшие вещи, в которые уже никогда никто и не будет возвращаться. Круто, да? С толком, с чувством, с расстановкой. Мама у меня все время. А мама была вот ехать вот туда по дорожке и чуть-чуть направо повернуть. Это поселок Мендяк, примерно отсюда километров 70, ну, если не больше. Потому что здесь 40, ну, как бы так. То есть дорога прямая у нас до Мендяка это 75 километров, ну, напрямую. А вот с этими переездами это, конечно, чуть подлиннее. Ну, в общем, моя мама сюда приезжала, естественно, естественно. Я здесь не был, я только потом уже понял, о чем речь пошла. В принципе, я никогда не видел наших пивных заведений в природе своей. Только уже потом, когда необходимо было делать качественный материал, я притянул, как это все дело было круто. Это дело было круто в начале позапрошлого века. В 1905 году это все уже построили и уже начались производить пиво. Да, к сожалению или к счастью, но, товарищ, из названия последних императоров государства российского пиво это пиво, потому что он оставался и в станице Магнитной, и в Верхневральске. Я так полагаю, что из Верхневральска пинул в станицу Магнитной и так же то же самое пиво завозили, потому что это было прекрасно. Прекрасно и красиво. И маленький другой вопрос. Почему все это дело здесь? Почему не Верхневральске? Потому что расстояние, в принципе, до суда, ну, можно было, грубо говоря, за 20-30 минут на... Хотя нет, побольше. За полчаса можно было доехать до основного места Верхневральска и там продавать свое замечательное пиво, которое бы производилось именно здесь. Что касаемо в этом месте, что было рядышком, то бишь, это место здесь, скорее всего, у нас в пивоварнях варилось пиво. Ну, по-другому я не понимаю. Хотя, с другой стороны, расстояние такое-то немаленькое. В принципе, если будем говорить первый, второй, третий, ну, четвертый... Практически пятиэтажное здание по высоте было. Да-да-да-да-да-да-да-да. Конечно, вы хотели бы все это дело разобрать. Ну, разобрали все. Вот и до. Я ничего не буду говорить, но... Что же вы сделали? Да. Я еще понимаю, если бы это было, допустим, в этом... Где я был, недавно я был, ну, перед Новым годом, я был в зоне боевых действий. Вот там то, что устроили за некоторое количество времени товарищи нацисты, это было примерно те же самые дела. Но, кажется, мы это тоже умеем делать и за то же самое время. Да офигеть! Это очень большое пространство. Это очень большое пространство. И от меня до Тудова, наверное, метров, наверное, будет 20. Оттуда сюда метров, наверное, 100. Вот такое было место. Да-да-да-да-да. Здесь, с моей точки зрения, ну, там есть чуть-чуть дальше помещение, да? То есть мы о чем говорим? То, что это было в некотором углублении. Почему это было сделано в некотором углублении? Потому что здесь, ну, естественно, пиво доделывалось. А! Представляете, сколько здесь... И какой тут материал. Сейчас я про стены скажу. Стены... Это, ну, почти 70 сантиметров. Представляете, как это было сделано? Это было сделано на века. Да, на века, чтобы этим пивом славился Верхневральск всю жизнь. Ну, Верхневральск перестал славиться пивом. Да. Так же, как в Верхневральске была неплохая водка. Ну, Верхневральск перестал славиться водкой. Да. То есть места хватало. Очень-очень много. Это, как бы сказать, сама территория, она, конечно, чуть-чуть больше того, где у нас наше пиво сейчас производится. Но, как бы вам сказать, по части своего мыслей, то я бы не стал бы все это дело разбирать. Я бы, конечно, не стал бы все это дело разбирать. Тем более, зачем? Куда вы все это дело разобрали? Хотели качественную саладованию бабахнуть? Ну, молодцы. Что же я вам скажу? Плохо все это дело? Это очень плохо, поверьте мне. Мне это очень сильно нравится. Да-да-да-да-да. То есть, если все это собрать, ну, у меня немало будет то. И ни одна, наверное, тысяча квадратных метров. Именно здесь в свое время производилось, но произвелось всего два или три сорта пива. Да. Огромное пространство, огромные места хранения, огромные места брожения. Все это было сделано, везде, всюду были проложены трубки, трубочки. Тогда еще были, скорее всего, железные трубки, потому что пластиковых трубок тогда не было в природе своей. Ну, место, конечно, было круто и много. Круто, много места. Ну, как бы вам сказать? Я терпеть не могу вот этих, называется, товарищей под названием мародеры. Мародеры – это вред, это бред, это насилие надо всем, понимаете? Они забрали все, что не ими было построено и отвезли к себе. Ну, наверное, мародеры тупорылые со здания, потому что это было не вами сделано. И разбирать все это дело я бы, конечно, не стал бы против своей. Но вы это сделали. Вы сделали. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Вы сейчас практически вот там небольшой кусочек, да, вон зелененькое. Это вот наше новое здание. Да-да-да-да-да. Оно на том же самом месте и стоит. Оно находится не где-то, справа, слева. Оно находится прямо в центре. Не верите? Сейчас покажу. Давай поймете, о чем идет речь. И причем там такое качественное пиво, которого здесь не было в природе своей. Круто, да? Я вот тут немножко прохожу, аккуратненько смотрю вниз, аккуратненько вниз смотрю. Вы не думайте, что надо быть сложным человеком, чтобы вот так вот просто туда увольнуть. Вы знаете, с высоты четвертого этажа, а именно сюда, немного опустив и сделав погреб, вы понимаете, что в погребе температура немножко ниже. Здесь хранилось само качественное пиво. Вот здесь оно прямо хранилось. Круто было. Пасхальный. Сколько тут всего вещей хороших было. А вот, то, что за моей спиной, вот там, видите, да? Вот там, видите, 1905 год. Тогда-то они все это сделали, да? Да. Вот я вам объясню, это, скорее всего, не в эфире, хотя, может быть, когда-нибудь в эфире это дело-то и будет, но понять то вам нужно. Это строилось на века. На века. Века потом прошли резвенькие. В принципе, еще в 2005 году все это дело в нормальном состоянии находилось. У нас какой на сегодняшний день годочек-то? А, 2024, да? Это все вы разрушили. Круто было. Я не знаю, для чего, для чего разбирать. Ну, можно было бы оставить как фактор. С другой стороны, вы даже понимать должны, что сейчас вот сюда заходить без мозгов. Я-то пытаюсь с мозгами все это делать. Немножко опасно. Не дай-то бог, и все, и вы там рассыпайтесь. Но если бы вы хорошо бы это сделали, могли бы все это дело разобрать. Но вы же не разобрали, да, ведь? Я бы по-другому бы стал бы это делать. Ох, как все это было круто! Здесь, именно в этом месте, та самая вода и добывалась. И где это место находится? Это место находится прямо за моей спиной. За моей спиной у нас гора Извоз. Ее не было. В смысле, она всегда была. Что-то я немножко косорежу. Но она была без растительности. Она была просто без растительности. И в свое время здесь такой товарищ проезжал. Товарищ! Ну, в смысле... В смысле, Пугачев. Он брал крепость Верхневральска. И стрелял он за горы Извоз. Вот отсюда. Уже потом, в свое время, эту гору засадили. То есть она была вообще без всего. То есть не надо думать, что здесь была растительность. Нет, ее не было в прорези своей. Это уже потом к празднику... Ну, праздник был один, в принципе. Потому что, ну, дай-то Бог мне жизни, и я, дай Бог-то, доживу до того момента, когда Владимир Ильич Ленин ну, ушел на тот свет. Это была событийность. И самая дивность событийность в том была, что при мне-то... А я-то это дело помню. Я-то это дело знал точно. Я это просто дело видел. Я, в принципе, собирался в коммунистическую партию КПСС в 91-м году. Но что-то не получилось. Но тогда люди как бы занимались. И тогда, в тот самый момент, при Советском Союзе, вас никогда никто ничем не дурил. Клево было! А то! А то! Мне это очень сильно нравилось. Да-да-да-да-да. Просто были варианты потом уже, когда у нас там пришел товарищ под названием Горбачмотель. Горбачмотель. Короче, чудак он был еще тот, который устроил нам проблемы. И потом уже в оконцовке, практически, 89-й год, он залепил нам эти, называется, талончики на все подряд. Хотя раньше никаких талончиков не было. Ну, чувак просто устроил нам удовольствие. А уже потом, а уже потом, в 92-м году, к сожалению, не удавшись и не поступив вовремя в Коммунистическую партию Советского Союза, я вас в 92-м году напоил качественными продуктами питания. Что это было? Это были ларьки. Да-да-да-да-да, я также был в ларьках. А вы что, думаете, нет? Был-был-был. А, стоп-стоп-стоп, что я накосячил-то? Ох, у меня бывают брики. Так вот, чтобы это дело было понятно, вот за моей спиной вот эта штука, да? Так это что такое? Это та самая водичка с того самого места. Да-да-да-да-да. А сейчас вы его там другое покажете. Чуть-чуть, 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 подождите. Слева от вас будет, да-да-да, будет то самое место, в котором делается лучшее в мире пиво. А почему это делается лучшее в мире пиво? Ну, извините, очень большое количество нужных вам вещей производится именно там. Конечно, сегодня и сейчас это уже не греется ничем, кроме как электричеством. И вот он, замечательный электротрансформатор, который стоит и питает нашу вкуснейшую станцию, вкуснейшее место, в котором вы потом берете самое что ни на есть вкуснейшее пиво. да-да-да, оно вкусное. И ничего там не поменялось. Единственное, что стало поинтереснее, потому что люди хотят видеть качество и качество это. И это то, что мы вам говорим. В Монетагожске есть пространство разворованное. Да-да-да-да, полная разворованность. К чему все это дело получается и что вы сегодня сможете увидеть? это в принципе несложно. У нас дорога есть на гору Магнитную, туда поднимаетесь и посмотрите, что сделал комбинат, а что сделал тот, кто разворовал. Много, 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 много вещей у нас просто разворовали, распродали, сделали себе типа круто, но типа это было совсем нехорошо. И сегодня и сейчас что у нас получается? Ну, сегодня и сейчас мы говорим, во-первых, благодарность именно нашему комбинату. за все то, что он делает. То есть круче настоящей железки из стали. Да-да-да-да-да. Круче замечательного нашего металлурга хоккейной команды. Да даже баскетбольная команда тоже стала впрыгнула чуть-чуть повыше. нету ничего. Кому можно сказать спасибо? Виктор Филипп Вчарашников. Но Виктор Филипп Вчарашников это очень специалист исключительно уровня. Ему специально за то, что он сделал, дали звание героя Российской Федерации. Труда, естественно. А то, что сделано здесь, в Верхневральске, это тоже самое было сделано. Также были вложены деньги, также было вложено место, также было вложено качественное оборудование. И вы сегодня, сейчас все это дело можете попробовать. Мы сегодня вам показали историю. История весьма интересная. То есть процедура разваления это не совсем Верхневральск. Она и в Магнитогорске сейчас присутствует. Но то, что было и то, что случилось, это мне больше нравится. Почему это мне больше нравится? Потому что сегодня сейчас Верхневральское пиво не дает вам одно единственное качество Верхневральского пива, хотя вы можете попробовать. Вы можете попробовать целиком разнообразие всех сортов пива из разряда Европы. Да, господа мои, пейте пиво пенное. Будет рожа очаровательная. Попробуйте. Разные сорта. Когда мы говорим, вы ради прикола сегодня один, потом второй, потом третий, потом четвертый, потом пятый, потом шестой, потом седьмой, потом восьмой. Попробуйте, да-да-да. И кто это все делает? Кто это все делает? И вы даже можете попробовать то исключительно вкуснейшее пиво, которое до вас не довозится. Или вы думаете, что вам пиво с Чехии привозят? Так? Нормально? Или вы думаете, что вам пиво с Германии прямо сегодняшнее, прям свеженьких сортов привозят? Или что у вас там? А! А! Это я вам показываю, как вам по ушам щелкают. Ух, уши у меня будут поболеть? Ну, да ладно. Или вы думаете, что вам пиво с Британией привозят? То же самое. Не будут по себе по ушам бить. А все остальное, все остальное, все остальное, все остальное, это уже наше. Хотя пиво из Риги вы тоже не сможете попробовать. Потому что там все лохмоет. А у нас здесь нет. Да, мы это тоже умеем делать. Так что пробуйте, получайте удовольствие и смотрите мои дивные сюжеты. Где? Ну, естественно, в Ютубе. Посмотрите все сюжеты, чтобы понять принцип грамотности работы, который вам выдает то самое лучшее пиво в мире, сделанное в Верхнеуральске.